МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким образом управлять домом решают собственники? Самые распространенные способы – управляющая компания и товарищество собственников жилья. Есть в области и жилищно-строительные кооперативы. Принцип управления в них похож на ТСЖ. Все решают собственники. Про работу одного из образцовых мурманских ЖСК и расскажем в сегодняшнем выпуске. Жанна Прасова стала председателем ЖСК в Северном проезде в 2012 году. Дома она приняла в ужасном состоянии с долгом в 4 миллиона рублей. Очень много времени, конечно, дома были далеко не в простом состоянии. Вплоть до того, что не было даже выхода дверей на кровлю, не говоря уже о том, что бойлер в 13-м доме был на 80% износ. Ну, начали с того, что поставили сначала скамеечки у подъездов, потому что много пожилых людей. Они выходили со своими стульями, чтобы посидеть на лавочках. Потом начали, заменили освещение в доме, сделали светодиодное, поставили датчики движения на включение света. Очень хорошую экономию нам это дало. На эти деньги мы смогли заменить почтовые ящики. В 2012 году мы поставили погодозависимые элеваторы. Но это была отдельная история, конечно. Не всем это понравилось. Не каждый мог понять, что это и зачем. В итоге в 13-м году, когда мы сделали перерасчет за отопление, люди увидели смысл моей работы, одобрили. В итоге в 14-м году у нас было общее собрание собственников. И на собрании было принято решение, чтобы деньги от экономии тепла шли на развитие дома. Сделали косметический ремонт входных групп, положили плиточку, вот видите, перед входом в подъезды. И с той стороны у нас лежит вход в цоколь, он у нас жилой. Сделали ремонт лестницы, построили новые наши эти самые контейнерные площадки. В этом году сделали косметический ямочный ремонт асфальтового покрытия. То есть, в принципе, в домах на данный момент никаких нареканий от жильцов нет. Все у нас сделано. Также в ЖСК провели все остальные необходимые работы, в том числе капремонт кровли и ремонт подъездов. Говоря о преимуществах ТСЖ и ЖСК перед управляющей компанией, Жанна Прасова обращает внимание на самый существенный момент. Управляющая компания – это коммерческая организация. Прежде всего, работает она на прибыль, на свою. Интересы жильцов, я так считаю, что, наверное, вторые на очереди. А ЖСК работает на себя и в своих целях для жильцов, для комфорта. То есть, мы все делаем так, чтобы нам было жить хорошо в наших домах. Управлять своим домом – дело непростое, но выполнимое. Жанна Прасова дала несколько советов тем собственникам, которые хотят создать ТСЖ. Но самое главное – не бояться. Начинать нужно с того, что, если люди определились, найти лидера, который возглавит их, которому можно доверять в первую очередь, который живет в этом доме, который хочет перемен в этом доме. Но в первую очередь, конечно, нужно выстроить отношения с соседями. Вопрос, конечно, непростой, но я так считаю, что сначала надо знать всех жильцов в лицо, выстраивать с ними доверительные отношения. И тогда, наверное, прежде всего, наладится контакт с ними. Но потом, я считаю, что должна быть слаженная работа председателя с правлением, потому что все вопросы решаются коллегиально. Что в первую очередь сделать, что может подождать, какой вид работ. Ну и, естественно, желание работать. Желание работать не на себя, а для людей – это самое главное и самое сложное. За годы работы правления под руководством Прасовой ЖСК избавился от долгов. Бухгалтерия прозрачная, а с неплательщиками работают через суд. Ушли от бухгалтера в 17-м году. Она уходила со скандалом, она уходила через суд. Но это большая статья экономии, понимаешь? Это налоги, это больничные, это отпускные, это зарплата. То есть это приличная статья получается. Вот на этом мы сэкономили. Ушли от управляйки тоже. То есть как бы здесь надо лавировать во всю. У нас правление, у нас бухгалтерия отсортинговая. Там просто так, извините, три копейки нет. Я наличкой уже не пользуюсь 11 лет. Мы только по безналу все проплачиваем. Поэтому все прозрачно. Каждый год идет, нанимаем аудиторскую компанию. Она проводит это, делает отчеты. На данный момент, я когда принимала ЖСК, у нас долг был свыше 4 миллионов. Все эти годы у нас нет долгов. Ни перед поставщиками услуг коммунальных, ни перед работниками, ни по зарплатам. У нас нет долгов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова